Подрабатываешь? Продолжение следует... 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 по ходу поединка. И второй вопрос. Узнал ли ты, что по судейским запискам, вот я видел уже скрины, что, в принципе, Бэлью довольно долгий час пробежал по очкам и пошел ли ты вопад ближе к седьмому, к восьмому раунду? Нет, я выполнял задачу, которая ставилась передо мной в углу там после четвертого или после пятого раунда начал поднимать более жестче темп. Записки я вообще не знал. Я потом уже, когда бой закончился о записках узнал. Но я скажу, что мы, в принципе, на все записки не рассчитывали. Мне кажется, очень хороший поединок получился. Качественный, зрелищный. И концовка была крутая. Я разговаривал с Ловой Кличко, он меня поздравлял и говорит вот такая жирная концовка. Говорит, это очень круто. Все, поздравляю. Ты не перестраивал тактику, все равно выполнял тот же план на бой. Ну, то, что говорил тренер в углу, то, что требовала от меня команда, хотел, ну, придерживался этому. Хотя хотелось, хотелось покуражиться, да. Но, слава Богу, что сдержался. Давайте три последних вопроса. Будем продавать все в Британии и далее? У вас, панел Александр, с ночным боксом попромошен, да? Что значит продавать? Ну, не, но, так как восприняли Усика, Усика восприняли не сейчас, его восприняли, когда он первый раз приехал на пресс-конференцию, просто показался перед публикой. Люди стали обращать внимание, стали изучать, добавляться в инстаграм. Да, я обалдел вообще, они за неделю сто тысяч добавили. И большинство из них британцев. Короче говоря, очень благородная публика, которая разбирается в боксе. Обычный фанат разбирается в боксе намного лучше, чем среднестатистический спортивный журналист. Так и есть. Очень крутая, вообще, настолько уважительная, очень классная территория для того, чтобы становиться звездой. Супер тяжелых категорий, ты будешь приходить, конечно же? Просто вновь их удивился. Где вы были? Вы только пришли, да? Вначале говорили об этом. Александр? Да. Вас впечатлили эмоции Тони Беллию после поражения? Вас удивило то, как он себя вел? Нет, я мне ни капельки не удивило это, потому что я знал, что это настоящий, искренний парень, мужчина. Это истинный мужчина, он так себя ведет, он настоящий. Он говорил об этом до этого, он говорил после. Вы знаете, вот мне кажется, что я обзавелся таким очень хорошим, верным другом, который в любой момент, если понадобится, он мне поможет в тренировках, еще в чем-то. Насчет боев, я думаю, что он сказал, что все, вы меня не увидите, но насчет тренировок вы уже понимаете, что невозможно заниматься всю жизнь боксом и просто взять и сказать, все, парень, уходи из моей жизни, это невозможно, это все, это уже в крови, это болезнь. И мы уже, когда сидели на допинге, мы общались с ним, сидели, ну, по-настоящему крутой мужик, вот так можно сказать, и столько огромнейшее уважения к нему и благодарность за то, что он согласился боксировать и то, что вот такой поединок получился, потому что, ну, действительно, они там все только об этом и разговаривают. Нокаут Тони Белли самый яркий нокаут в карьере на данный момент или лучшее еще впереди? Лучшее, конечно же, впереди. Спасибо большое. Всем добра, ребята. Спасибо.